Новое видео выходит каждый день в 20.00 Перед началом данного топа сразу хотел бы сказать, что если кто-то из тупых сампьютуберов, ну по крайней мере по вашему мнению, а как вы знаете ваше и мое мнение частенько совпадает, так вот, если кто-то из них не попал в данный топ, то во-первых, можете написать его в комментариях, а во-вторых, это не значит, что я не поставлю его в какой-нибудь следующий топ 5 тупых сампьютуберов, или не сделаю вообще какой-нибудь отдельный ролик под названием «Самый тупой сампьютубер». Но я сомневаюсь, что кто-то осмелится перебить по тупости человека, находящегося на сегодняшнем первом месте по самповской, да и не только по самповской, а в целом по тупости. Итак, давайте же приступим к данному топу. Если что, то данный топ выстроен от более-менее еще способного что-то соображать и свободно как-то мыслить до самого тупого, прям безнадежного человека, прям тупорогого, блять, бивня. От него уже ничего никто не ждет, просто все ждут, чтобы он быстрее умер и все. Ну, давайте приступим. Итак, на пятом месте у нас расположился, кто бы вы думали, Лайт Джокер. И данный человек действительно тупой, можно даже сказать туповат. А все дело в том, что когда я выразил свое мнение по поводу клипа Долорензи Диснокопа, вот этой вот бездарнейшей, абсолютно бездарной пародии на великолепный клип Тимур Кибиц, это, ну, просто пиздец. Это даже нельзя назвать какой-то пародией и так далее. Это просто позор, блять. Это, это пиздец. Так вот, когда я посмел, мол, якобы я, какая-то ютубовская, блять, непонятная челядь, на то время там с шестью, там, с пятью тысячами подписчиков на основном канале, тогда второй канал, и в помине не был, хочу вам заявить. А, данный человек решил мне рассказать о том, что, да, мол, ну да, ну да, какой-то там ноунейм, сделавший вот этот вот свой рекламный клип, смеет что-то говорить про искусство рэпа нашего дорогого Дениски. И потом начал мне рассказывать, мол, ой, да ты знаешь, я не выражаю свое мнение, если меня не просят. И как лично мне кажется, человек без мнения, это как, ну, рыба без воды, по сути. А все, что мы видим сейчас, все, что нас окружает, это все мнение человека. Это взгляд человека на вещи. Вот вы сейчас, допустим, смотрите данный видеоролик на видеохостинге Ютубе. У него своя политика, у него свой плеер, это все мнение. Это все мнение человека, которое воплотилось вот на данном видеохостинге. И то есть человек без мнения, это абсолютная бездарность. Это, во-первых, тупой человек, во-вторых, абсолютно бездарный, а в-третьих, ну, просто тупой. Поэтому, я думаю, не нужно далее объяснять, почему Лайт Джокер оказался на пятом месте в данном топе. Итак, четвертое место. Мау Дамиана. Я, конечно же, долго думал, на какое место его поставить, но все-таки решил поставить его на четвертое место. Просто потому, что мне кажется, что он достаточно жалкий. То есть ставить его еще на первое место, чтобы он хоть где-то, хоть где-то он в своей жизни выиграл, хоть где-то он в своей жизни попал на первое место, нет уж, займешь четвертое место и радуйся, что я тебя вообще в этот топ включил. Уебище, блядь. Дело все в том, что Мау Дамиана, он абсолютно не выкупает рофлов. И вот мой вот тот ролик, никому не нужный Мау Дамиана, он расценил как попытку его разоблачить. Ну, действительно, Мау Дамиана, все-таки есть. Я же тебе об этом сказал, там, в следующем, или в каком-то там еще своем ролике. Я же тебе сказал о том, что действительно, да, это была попытка тебя разоблачить, проплаченная Тони Баррера. Я надеюсь, что ты в этом тоже поверил, ведь на Ютубе, в интернете, да и в целом, везде говорят одну правду. Понимаешь, Мау Дамиана? Поэтому, ну, мне кажется, что ты абсолютно прав. То есть, ну, не четыре у тебя там ролика было в день, а два. Ну, я в катастрофических масштабах дезинформировал своих зрителей, просто сал им в уши, а ты молодец, что ты это разоблачил. Действительно. Четвертое место в топе по самперской тупости. Итак, мы подходим к золотой тройке наших дорогих, а также тупых, самп-ютуберов. Итак, на третьем месте у нас Марас Шакур. И тут многие, прямо вот, многие могут мне возразить, А почему это матрас Шампур на третьем месте? Ведь он же достаточно не тупой, можно даже сказать умный. Он придумал с детей зарабатывать деньги, при этом называя свою десятилетнюю, ну, максимум двенадцатилетнюю аудиторию мужиками. Это же респект, это же классно. Тем более, у него красавица, жена, ребенок, а также полный холодильник еды в Украине. Мне кажется, что это достойно уважения. Но так или иначе, Марас Шакур тупой. Все дело в том, что когда с ним хочет поговорить какой-то человек, какой-то собеседник, то Марас Шакур сразу определяет его вид и подвид. Если он понимает, что человек несет полную хуйню и что он закапывает сам себя, он говорит максимально адекватно. Для того, чтобы у зрителей создалось мнение, что Марас Шакур он, ну, такой, знаете, максимально адекватный. А когда он понимает, что человек начинает его сливать, прям вот топить, как говно. Хотя, как мы можем знать, говно не тонет. Именно поэтому канал Марас Шакура сейчас имеет более 100 тысяч подписчиков, хочу вам сказать. А у меня на момент записи данной аудиозаписи 35 подписчиков. Ну, я думаю, что все на своих местах. Да и в целом, мне кажется, взглянув на одно его лицо, можно сразу сделать такой вот один очень логичный вывод о том, что Марас Шакур тупой. Второе место. Брулев Плей. Ох, ну это, это просто, это максимально тупой человек. Ты понимаешь, мне было абсолютно похуй на тебя. На то, что ты делаешь, на то, что ты в катастрофических масштабах дезинформируешь своих зрителей, поливая им, просто вот давая им говно в уши, вешая лапшу на уши. Я не знаю, какие тут эпитеты еще можно привести. Ты просто вот, ты просто самповский Николай Соболев. То есть хуесос. Оригинальный Николай Соболев, чтобы вы понимали, полнейший хуесос, а самповский Николай Соболев, точнее, Брулев Плей хуесос в квадрате. И ты знаешь, мне было абсолютно похуй на тебя, но тут, сука, ты что-то сказал про меня. И я подумал, хм, но тут я молчать не стану. И теперь, сука, я буду следить за каждым твоим шагом, зацикливать каждое твое действие в своей голове, вот так вот воспроизводить и обратно тебе вот этот весь негатив возвращать, который ты накидал в интернет. Понимаешь, я-то тебе ничего не должен, а сколько ты мне должен? Ух, сука, ладно. Давайте перейдем к первому месту. Итак, я думаю, что вы уже все догадались, если вы, конечно же, не тупые, что на первом месте находится никто иной, как Владислав Павлов. Он настолько тупой, что уже даже YouTube решил, что он просто не проходит по логическому и в целом по какому-то аналитическому мышлению на их хостинг и решил удалить его канал. YouTube, я бы советовался присмотреться вам к каналу на YouTube Павлов, который написан капслоком. Мне кажется, что Владислав Павлов и канал на YouTube Павлов это одни и те же люди. А как мы знаем, то есть создавать какие-то повторные аккаунты, если тебя забанили на YouTube нельзя правилами. Это обход блокировки, не иначе. Я бы советовался вам присмотреться к данному человеку, потому что мне кажется, что вот этот вот Павлов это Владислав Павлов с канала. Ну и в целом, я думаю, не стоит объяснять, почему Владислав Павлов тупой. Но по нему и так все видно. То есть ты такой заходишь на его видос, смотришь на то, как он говорит какие-то смешные слова с корнем сперма, сперм, апермс и так далее. И ты сразу понимаешь, что человек действительно интеллектуальный. Ты сразу понимаешь, что человек, он несет какой-то интеллектуальный посыл. Он хочет, чтобы все в этом мире стало лучше за счет его великолепных сливов админки, а также абсолютно бесполезных каких-то вот этих вот его пранках на эволф ролеплей. Я в целом не понимаю, как Владислав Павлов вообще научился включать компьютер. Понимаете, просто мне кажется, что когда он тянется пальцем к кнопке включения компьютера, он ломает себе голову об столешницу. Просто он настолько тупой. То есть, ну, действительно, мне просто как-то довелось в одной из конф контакта пообщаться с ним лично. И я до конца убедился, что он действительно тупой. То есть, если у меня до этого еще были какие-то сомнения, то тут все сомнения просто пропали. Владислав Павлов тупой. И именно поэтому, именно поэтому он заслуженно попал на первое место в моем топе тупых самперов. На этом, я думаю, все. Если какой-то из тупых самперов, по вашему мнению, не попал в данный топ, пишите его в комментарии, а также ставьте лайки либо дизлайки, если я задел какого-то вашего кумира и так далее. Отписывайся от канала, если видос тебе понравился. Всем спасибо, всем пока.